У всех товарищей с Кохлояровой свои проблемы и решают на них по-разному. Например, некоторые жильцы дома Южного микрорайона просят городское управление поспособствовать пресечению самовольного изменения конструкции дома и подвержению опасности жизни и здоровью людей. В городское управление Кохлояровой пришло письмо просьбы обратить внимание на нарушения в Каю Аутокомпо-15 со стороны правления, которое проводится в доме. Начиная с августа 2016 года правление начало вести работы по реконструкции балконов. В первом и втором подъездах уже демонтировано деревянное ограждение балконов и вместо них установлены фибоблоки. Насколько известно, жителям данного дома никаких согласований по изменению фасада дома с гуру правой произведено не было. Не были сделаны соответствующие строительно-технические расчеты, выдержит ли новую конструкцию из фибоблоков балконное перекрытие. К тому же фибоблочную конструкцию планируется утяжелить остекленением балконов, которое также, по мнению ходатайшего лица, не согласовано. Все эти самовольные изменения в конструкции дома вносят элементы опасности для здоровья и жизни людей, написано в письме. Разъяснить сложившуюся ситуацию мы попросили вице-мэра города Виталия Бородина. Со стороны этого квартирного товарищества к нам было письмо, некоторое время наобратно, о том, что необходимо сделать для того, чтобы провести определенного вида работы, о чем городской архитектор дал исчерпывающее разъяснение, что, зачем, какой порядок, какая часть проектируется, какая часть перепроектируется. Как видно из последующего, наши рекомендации были проигнорированы, и квартирное товарищество начало, как сказать, самостоятельную деятельность по решению каких-то своих собственных задач. После этого обращения мы, значит, направили специалистов для осмотра, осмотр был осуществлен, и готовится предписание квартирному товариществу к исправлению этой ситуации. При игнорировании нашего предписания мы будем вынуждены штрафовать данный дом. Спасибо.